Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри, учись! Своим Миша Егор. Сегодня у нас знаменательное событие. Второй игрок, который апнул 13500 ММР, Маурин, топ-2 ранг, наступает уже на пятки Батсону. Ему не дали визу на турик, который сейчас проходит, Вальхава. И, собственно, он там написал, что в планах у него взять 14000 ММР, и вот, как видите, уже 13500 имеется. Чаще всего пикает снайпера, прям заметно чаще всего. У него 16 матчей за последние 8 дней на снайпере, винрейт 87.5%. Очень круто на нем играет, почти все выигрывает. Вот, получается, только 2 катки он проиграл. Нашли самую лучшую игру. Собственно, будем смотреть. Снайпер сейчас герой хороший, постоянно его пикают на мид. Ну, на керри иногда мелькает. Ну, особенно на мид, конечно, через билдочок аганимный. Вот, но у Маврина, по-моему, билд отличается. Он играет без аганима. Да, он вообще никогда не берет аганим. Вот, и поэтому на такого более олдового снайпера посмотрим они вот этого нынешнего металла через аганим, там, что там, сильвер, ханда. Вот, такого не будет. У него вот свой взгляд, и его взгляд помог ему апнуть 13500, так еще и с винрейтом под 90%. Вот, и научимся играть на 735D снайпере. На примере 13500 ММР игрокам. Всем заранее приятного присмотра. Всем привет, нежданно и негаданно на втором уровне шерпнель залетает. На третьем скиллпуин держит. Но конкурс выгнать с линией через второй и третий невозможно, но я думал хотя бы... На единичку третий возьмет. Ну все, сейчас понятно, почему он так рано открыл шерпнель. Вообще без третьего пока что играет. Стартовый закуп на 2 рейсбэнда, еще 2 ветки и танк сверху. Очень часто без тангусов на линию на снайпере приходят, довозят после бунтусов. Просто максимум атрибутов, потому что первый уровень у снайпера очень слабый. Тычка никудышная. Лучше анимация атаки в доте, но когда у тебя 45 урона, добить скрипа все равно невозможно. Ну, против кунки, по идее, мид легкий на снайпере. Опять же, вот единственное, что нужно учитывать против кунки, мидового кунки на снайпере, это его шестой уровень, потому что у снайпера хппу небольшой. То есть под шестой кунка может вас забрать. А так, в принципе, первое время что-то на ранже стоишь, крипово добиваешь. Вот, лес подстакивает заранее себе. Опять же, там под шестой уровень где-то будет потихонечку больше в лес смещаться. Возможно, я себе капельку возьму, чтобы пережить проказ кунки. Все довольно-таки просто. Ну, вообще, для снайпера тяжелых, тяжелого мили не бывает чаще всего. Братья любого героя отлично стоит, но кунка, по-моему, один из лучших героев для того, чтобы снайпера выстрелить. Видишь, даже не пытается через второй третий, как напить. Сейчас так и делает жертву элэйновым фармом. Капусте одного крипа, пока на стаке ходил. Пошедший демон телепорт. Пошедший демон телепорт. На всех случаях попросил, чтобы ему кто-то под сейф текнулся. Нормально обошлось. Он даже танго не стал есть. Этот телепорт настолько смелый. Серия сысконки выбил. В уме. Ну, показалось, что он лишь на базу пошел на кунки, но нет. Аверага тут хорошая. Есть прошники. Джейдж на Рубике, 24 ранг, предположим, команде ДК Фогус. Данец Талкера. Вот, а здесь, получается, Маурин. Доминик какой-то. Так. Сейчас посмотрим, может, еще какие-то есть скрытые прошники. Которых тек не пишется. Загулял немножко кунка. Пошли сразу два телепорта. Мы будем с онкой прощаться, кажется, еще и лоски для снайпера. Вообще прекрасно. Когда ты глубоко под тавр заходишь, это гарантированное смертное хорейтинге. Да, красиво. Да, вроде тут больше никого нет. Странно, что, блин, Маурин уже три турнира выигрывали, четыре, я уже сбился с счета. Всех выносят. Команда Falcon. Аполл 13500, топ-2 ранг. И у него все еще нету тега почему-то в доте. Коухрен. Коухрен не подсвечивается никак. Это вообще, конечно, непонятное что-то. Ну, конечно, печально, что визу не дали. Прошу на прошлый турик, который вот они выиграли, как раз ему тоже не хотели визу давать. Вот, потом, в последний момент дали, он уже на замене Сумил сыграл. И все, приехал, прилетел очень спокойно. Золотали турик, даже не готовясь к лену. Falcon сейчас просто в невероятной форме, но и Маурин тоже. Маурин топ-1 медик сейчас. Больше всех, как будто выделяется. Так, и нормально. Второй келл оформил. Только немножко без термосов играет. Я вообще в первой вижу, как его снайперу кунку выносят. Потому что обычно герой просто хп не уменьшается. Еще смотри, какую красивую фишку сделал. Выпулил крипов. И, получается, союзные крипы его умирают под тауром. Собственно, кунка не получит хп и голоду за двух крипов уже, как минимум. Уже очень важная такая фишечка. Он все это дело соблюдает. Также еще взял себе капельку. Опять же, капелька очень важна против кунки под твой шестой, чтобы не умереть. Ну и, в принципе, мандреген приятный от капли. Все-таки скиллами он пользуется. Шрапнелька постоянная. Третий скилл тоже, вон, полтишок стоит. Источников мандрегена нету никакого снайпера, не закупается, по идее. Боттл никакой не берется. Собственно, вот такая вот капелька. 08-мандрегеном. Довольно-таки неплохо. А мы видели недавно же снайпер с Баттлом. Трю? Че, мне ведь приснилось в это? Да, приснилось. Мы точно не видели снайпер с Баттлом. Ну, может быть, именно не его глазами игру смотрели? Ну, по крайней мере, мы не записывали. Опа, кстати, а вот и нападение. И посмотрим, капелька поможет ли? Это значительно поможет еще. Баттшка на силы перед кораблем успел. И тут еще и бейн на подсееве Андрюха подошел. Ну, да. Ну, точно помню инвакер с Баттлом. Инвакер с Баттлом. Инвакер с Баттлом. По-моему, тоже припоминаю. Хочет получить экспу на шестой уровень. Да, еще не на что уровень, а на прокачку ультимейт и попробовать подстелить. Вау, как-то очень было на это похоже. Но не понадобилось, там и так шаду, где мы убили. Так, опять заруба в меню. Прокачал ульту все-таки. И это пригодилось. Ну, что, что Андрюха? Фраг-то не оставляет. Мог оставить снайпером. Так, ну и первым уровнем Dragonlance. И, в принципе, ничего нового. Даже в аганимном билде покупаю Dragonlance первым свотом. И здесь по игре 100% понадобится. Пайк играет против Night Stalker, от него убегать. Ну и просто предмет идеальный для снайпера, даже атаки. Статы. Такой разгоночный, недорогой, плотность добавляет. Чуть-чуть. Аквины творчестве временем 4600. Делаю телепортное, сталкера убить. По идее... Похотел сказать, что будет легко. На самом деле... Они его и... Благодаря гениальной игре... Бойна смогли убить. Мне кажется, если бы он его так жестко не заблочил, он бы спокойно на ноги выбежал. Все-таки ночь, мувспида много. Зацени на творчество Night Stalker после смерти. На линии против Razor Bane. 4000. Это как вообще возможно? Не знаю. Ну там... Аверага просто большая, как мне кажется. Там GH и... Ну, ДК Фогас, два прошника. О, ну, ДК Фогаса еще сигнатурка. Этот Night Stalker, у него тир. Какой? 27-й. Ну, GH на рубрике. Понятное дело. Тут уже... Объяснять нет кресла. Мне кажется, просто за счет опыта. Вынесли линию. А там просто Пабера. Что там? Ну да, домикеря какой-то. А? А, Доминик? Ну, кстати, да, точно тоже. Что-то я хотел на морфе сказать. Потом... Бриналок предыдущий. Ну да, только... Доминик, блин, кто такой доминик? Я забыл. Ну ладно, кофе. Кстати, под ДДшку. Очень своевременный лайф. В этот раз даже не ошибка его. Просто ничто на негаданно. И, видимо, дабылкил будет только. ДДшечка сработала. Еще и Шедар разбудила, чтобы... Ну, мол, Риналовский заработал. Угу. Что, может, и Шеребет? О, куда же он... А чего он развернулся? Он вообще не... Он бы точно выжил, если бы дальше просто в деревьях пошел прятаться. Там нашрапной маны не было. Так, Андрюхи, сколько до шестого? Вот эта пачка до шестого. Если бы в этом был план. Это опасно. Может быть, сейчас ситуация. Но вроде сапик есть за спиной, поэтому не должны его убивать. Даже сами файт навязывают по итогу. Андрюха сейчас еще и грибнет. Не, пора уходить, как будто. Ну, тут уже... Видимо, до конца гейминг. Телепорт делает. Сбить ни о чем, отлично. Я люблю свою работу. Увидел, что там потратил войд на отсталки. Неспокойно топнулся. Так, и дальше в молнии. Такой максимально олдовый снайпер. Только без момчика, правда. Раньше момчик покупали, а так вот этот билдочок. Молнии молм, там драгонуэнс. Приятный достаточно всегда был. И пофармить. Ну и просто такие разгоночные артефакты хорошие. Так, кстати, смыканулись. Видят кунку. Может быть под гриб. Под ультимейт бейна убьют. Или даже без него, похоже. Что-то он, а те у него лицо-то все. На кунке. Так, и фрага надо, фрага. Фрага хочется. О, фраг есть на кунке. Замечательно. Он с этим аврелом, там прям хорошо, вот я видел, как он в пабликах играет. Вот он круто очень всегда колет саппортов играть под него в мини. У него прям тонкое понимание есть, когда нужно, чтобы под ним саппики стояли, и можно вот такие развалы устроить. Потому что я почти уверен, что он просто все это проколил кучу раз. Поэтому такая игра получается активная. Заранее нажал ульту, чтобы исключить тэп-аут. И есть молнии. Посмел нерпаю ощущением единственный билд, кроме Аганимканда, который есть сейчас. Это я Аганимканда недолюбливаю. Мы даже когда смотрели. Аганимканда. Я договорил. Это же милая. Опасная ситуация. Есть много стиков. В спине Андрюха. Но ПТ-шка на ловкости все это время была. Придется погибнуть. Ну, на этот противник эмоции. Но он неадекватно долго жил для снайпера. А ты неужели кунку идет мне? Ты пришелся, не разобрил. Тени первый и третий равный, а первый и второй равномерно качает. Если первый бы Макс, скорее всего, убил друг друга. Насталкер с филактерией. А сейчас не бывает и сталкеру без филактерии. Ну да, вот в этом замесе пипец, конечно, зарешало. Что реально не бывает? Да, все. Вымерли полностью. Насталкер с филактерией. Только себе один раз БМ купил. Какой игрой? Умереть. Да, хасту за диспалю ультимейтам. Блин, это ставка проблемный. 11 левел, только что 8-го бегал. Нетвор 7-300, только что 5000 было. Огроменный балонар. ШД еще сверхразум. Каждый раз находится там, где нужно. Подвыпал на снайпере из игры, к сожалению. На 12-м, кстати, ультимейт двойку взял. Возможно, ситуативно Рубико застрелить. Так обычно, на 12-м урон хоть что-то качает. Сталант 10-го, извините. Опа, кстати, хорошая арена. По-двоим. Бэк об этом никакой не имеется в Сталкере. Блин, ну... Ну, просто ультимейт выходит. Как-то надо остановить этого на Сталкере. За него заплатят вообще миллиард. Опа. Что? Это как? Он сам рассернулся. Как они его догнали? Оставился что-то жестко. Приятно. Все-таки. Дали ему по тормозам. Так, и сразу бьем. Смотри, какой билдок. Давайте посмотрим все его билды. О, в каждой игре он по-другому. Маурин. О, кстати. Пока записывали, у него еще одна игра на снайпере прибавилась. Теперь 17 матчей и винрейт 88% забавно. Победил. Так, ну там всегда в молнии иногда берет шарт, иногда берет пайк, и потом милнир грейдит. А иногда по жадному сразу милнир. Какой же он прочный со стиками с паташкой на силу с дейлом. Марс очень полезный. На Марсе прям очень много делает. Фронтвайн для снайпера, контроль для снайпера создает. Прям идеальный тиммейт. И герой тоже идеальный под снайпером. Вообще, если войны сталкеры дожимал, то они бы снайпера убили. Мне кажется, тогда трейд не так пусто на подзывы. Логи они доты, кстати, на Марсе реально. Тридцатый тир. Не просто так на снайпера. Ой, на этом. На Марсе. Так, на снайпере, кстати, придавлю 25-й уже будет. Пытается нейтралку подобрать. А там этот, блин. Захватчик, как это шуку называется? Смотрите. Смотрите. И скорость таки моего почтения. С миланером постовым. Прыжка у снайпера очень улыбок за 150 для 20-й минуты игры. Совсем не серьезно, но... Есть хатшот есть молнии. На самом деле ТПС космический. В этом билде. Эти вампир Фэнк взял. Наверное, выборка там была такая себе. Ну, хотя бы... Вампириться можно. Заклинание тоже, кстати, вампирик. Чуть лучше работает то, что он еще... Ну, с миланером постовым. То есть, он от молний вампирчик еще дается. Ну, маленький, кстати, дабылкил. Прилетел на ровном месте, оформил. Ну, и, видимо, пункту тоже не отпустят. Возможно, триплкил. Да, триплкил для снайпера. Ай, красота. Я думал, фрешпит ломанулся. Ну, хотя, с другой стороны, сейчас момент миграции. Ну, с другой стороны, день и сталкер без ультимейта. Это же просто охуеть. Настоящий паблик с бустами, с низкими ценами, да еще и пати буст безопасный, как секс с резинкой. Хочешь буст? Пиши. Хочешь бустить? Тоже пиши. Ссылка в описании. Играя БКБ-шечка. Надо уплотняться. А не то, часто тут ему приходится в центре файта находиться. Над сталкер челетенько на голову садится. БКБ танковости даст. Ну, и на развороте можно будет пофайтиться с ним. Пайк не грейдит, возможно. Потому что играет против Shadow Demons. Потому что Shadow Demons ультимейт накидывает. Пайк не работает. Поэтому вот, еще просто такой танковый билдер. Ну, кстати, Vampire Franks тоже вот танковости передает. Если вдруг у него накидывается. Нежданно-негады, надо меня потащил с хит на конке. Но получилось зерно с шелодземно. Если бы на месте не стоял на шару демона, пуля бы не успела долететь, мне кажется. А вот зачем-то он на месте встал. Ого. Марта на перекладке подводили, пошел в ранг сразу чекать. Второй раз уже, кстати, он не перекачан и играет. Я был уверен на сто процентов, что Пико будет до БКП. Пико против сталкера очень хороша. Но с другой стороны, против кунки, против Shadow Demons. Работает не так хорошо. Но всегда в этой последовательности или когда-то Пико до БКП появляется. Я просто внушу не могу лагать будет. А он иногда Пико покупает. Пико Мьоунир у него частенько есть. Есть Мьоунир Пико. И потом Момчик, он, кстати, любит докупать. Забавно, кстати, что Момчик после Мьоунир и Пики берет. Но в этой игре чисто ситуация, мне кажется, против этого. Наверное. Я стал грейдить. Так, и кстати, Скотти. Скотти против Морфа, хороший айтем. Плюс Скотти еще больше выживаемости добавит. То есть он играет максимально танковым станет. Так, кусачь. Держит позицию. Противники в смоках. Блин, но не додержал кризис позицию. Он перекачивает перекачку. Да, но по ДДД, если бы не ДДД, у Морфа бы все то же самое могло прокатить. Ну-ка, Россия, минус два. Накинулись на дедушку, но дед не промах оказался. Ай, ну правда, разворотом все-таки пиковали. От команды... Оторвался и все. Наказан. Оторвался. 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 рошан открытый также день сталкер результаты минуты у них есть до миграции до не очень заморачивается гоняет рубика тогда рошана не успевают как выкрытились успеют наверно или тут тоснул дэмэджа много пишите ровно-ровно ну да вроде еле-еле успевают если это сатине могло бы реально не прокатить ему 34 секунды нужно было чтобы эта дистанция пешком прогулять гейтом как будто не надо заходить без разора будет драка так еще и ночью нету вижена но при теме как может быть вижен поэтому еще и на базе вышка поинтереснее ну да на какие-то опасно поэтому там бэйн отменил маурин тоже там на гейт тыкнул потом сразу от мелки этот ворс 18 кусков почти недурно уфа да это он телепорт катался сбить на рубанист или как так вышел камеры от мент на то было так что и без понятия снайпер ты пался на рон телепорт хотел сбить и уйти вопрос чем мой за телепорт маках не угодить ну начата по итогу даже даже лучше вышел тушен т3 пошел сломал почему не пишется за на или товар чут такому совершался 1 1 такой же у ю ю арена какая крутая знаю пропозиция хорошего можно стрелять их жалко сказать нету тут бы она пригодилась ну вроде тогда мы же хватает по морфам реализация на такой бюджетный сатаник по итогу есть бкб я без бояться нечего с вам парфектов похилиться борта по необычный когда у вас не стал ради подъехал учишь на протезок разворачиваться любят кстати сейчас соскаде можно чуть попроще будет еще на фауресах и закабашкой будет и бкб да нажал бкб чтобы кунку наверняка не отпустить блин он еще и не сталкер подрезал упаковка смотри как на вот на вайбе прилетел мы сапогу лет учебу соперники похоже на разор правда даже умер похоже на то что сейчас будет конец катки хотя там т2 все еще стоит не еще чуть поиграют тем более на кинеке что-то интересное исполнил придется отходить милишный барак не добивая обидно конечно но они вдвоем остались с бкб в кдс и визе и бисом что лучше предохраниться шар раньше чем пика topson по моему этот подход очень любит топсом прям на 15 минуте любит шар покупать порой шар чувствует отличие от просто по не развеивается только том что демона невозможно просто нажать но в то же время когда нажимаешь пику на противника можешь спокойно оттолкнуться этот эффект не заспалится хотят смакануться и резко бот добить неожиданно будет для соперников марс продолжает показывать пока не это ночью делают но чуть-чуть посложнее хотя нормально не помешало это рубико убить за бесплатно оба арена кунка без бэйбэка кстати блин даже вот эта арена не помешало ему фраг забрать любая бабочка так как будто бы не хватает на бабочка тоже нынче хороший дпс сайтом и только мы бояться нечего я даже под боковой все-таки больно ведь бы кабы тут вряд ли пережил бы кстати это все заметили могут вместо вампайр фэнкс паладинсор появился апгрейд такой приятненький с дэмэджем пингуешь т2 не сломали ребятушки надо помидуете ох ребенчик нормально лак и бабочку си крак рак 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 мощно на снайпере мерзкий герой очень неприятно против него играть даже если есть герои которые сокращают дистанцию это правда решил сначала активные руны посмотреть не особо продануло к сожалению но даже так меньше кулдаун 3-го меньше кулдаун бкб это файты может сработать а и задание и байда жаловаться на станет не хочется начатом танковый снайпер . сладостинка придется брать а он без пики нафеке крем представляется о ее какой же гриб крутой и давать решал на были ну и все долго противники держались нам сложно такому снайперу противостоять аланглин какой на двадцать пятом только на двадцатом тоже черный ой на десятом талант на третий скилл по талант вообще забыли развутишь может таланта тогда на снайпере обычно левый талант 86 процентов игр на хэдшот дэмэдж 15 талант 90 процентов на атак спиц правый талант 20 талант 64 процента на хэдшот правый талант уже и 25 талант 70 процентов игроков 100 атак ринжа вперед здесь я думаю потому что у него немного билдок от металла отличается поэтому немного другая раскачка по талантам забыли что-то поглядеть может быть нам получается всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо за лайки и мир вам